Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева, и это моя заявка на премию Wedding Awards. Сейчас приду домой и все подробно вам расскажу. А пока отбивочка из 8-секундной нарезочки. Итак, к нам за помощью обратился Алексей с радостной новостью, что они с Яной ждут малыша. Но оба не знают, кто у них родится – мальчик или девочка. Сейчас перед глазами тот самый конверт, но мы его не откроем. Хранить интригу до дня рождения малыша они не хотели, поэтому задача была следующая. Узнать пол малыша на гендер-пати – это должно быть интересно, оригинально, масштабно и обязательно со Станкинской башней. Да, и еще Яна ничего не должна знать о намечающемся мероприятии. И, конечно, ты опять подумаешь, что я ненормальный. Я ждал несколько лет именно этого повода, чтобы зажечь ее для тебя. Ну и пригласил кого в Москву посмотреть на это. Открывай глаза. Нам, пожалуй, еще одна пара. Да, я напоминаю, что Яна не знала ни о чем. Она в шоке, посмотрите, она в шоке. Это же классно. Все, они ваши. Идите, обнимайте, целуйте. Яна – бывший работник телевидения. И видела эту башню, можно сказать, перед собой каждый день. Но кто бы мог подумать, что в один из дней она может гореть только для нее. В общем-то, практически уже все готово. Башня переливается, точнее, двумя цветами – голубым и розовым. По задумке, в течение вечера башня должна мигать двумя цветами. И в определенный момент должен загореться цвет, соответствующий полу ожидаемого малыша. Только да, у нас как только начинается песня, мы сразу уже мигаем. Только вы не включайте нужный цвет, ладно? А то они могут увидеть. Место выбрали на территории Останкино, в непосредственной близости от башни – кафе «Эфир». Единственное, из-за чего этот зал выбрали, это то, что здесь непосредственный вид на Останкинскую башню, так как все будет происходить, основное действие именно это Останкинская башня. Декор вечеринки презентовали заказчику в двух цветах. Ну а так как внутренняя отделка площадки была темно-коричневая, интерьер кафе переделали в цвет вечеринки. Коричневый цвет – это не наша история, поэтому мы делаем отдельно еще вот такие конструкции, такие конструктивы, закрываем бар голубым и розовым цветом. Мы закрыли вот эту стойку, потому что она была коричневая, сделали вот эту стену. Яна просто обожает плюшевых медведей. Алексей периодически дарит ей этих милых зверушек. И, конечно, в этот день решили, что медведей будет много, и они будут огромными. Мы с Машей реально не знали, где нам взять такое количество медведей, чтобы они были офигенные качества. Нам нужны были очень большие медведя. Два с половиной метра, да? Самый большой медведь – два с половиной метра. Во время фуршета гостей развлекал иллюзионист, стендап-комик, кавер-группа и, конечно, ведущий. Ты ждешь, кто же родится у Алексея? Очень сильно. Я надеюсь, что родится… Я хочу, чтобы девочка. Ты хочешь, чтобы тогда мальчик специально. Главная сложность мероприятия – это именно включение башни. Я очень волнуюсь, чтобы не накосячила башня. Вот честно вам скажу. Просто до жути волнуюсь сейчас. Еще у Яны есть любимая группа. Я знаю, что вы не те люди, которые не пропустили ни одного нашего концерта. И Яна каждый раз оказывается в нашем концерте при помощи своей магии. Так вот, во время выступления группы Марсель под определенные слова любимой песни Яны мы зажжем башню нужным цветом. У кого-то радость и праздник, а кто-то на психозе бегает здесь. Так, башня у нас выключилась, все хорошо, Марсель вышел. Кать? Первая, первая закончилась, сейчас начнется вторая. Знаете на словах на каких? Не знаю. Меня увидишь. Смотри, у меня даже плейлист, я буду подпевать. Подведу небольшой итог. Сам повод мероприятия стал сюрпризом для Яны. Место вечеринки также было неожиданным. А появление группы Марсель на сцене казалось уже пределом всех возможных ожиданий этого дня. Но нет. Самый главный сюрприз ждал Яна впереди. Вот такого креатива вообще меня в Москве не видела. Я думаю, что завтра о Масловых узнают все. Во время исполнения следующей песни мельком поглядывайте на Останкинскую башню. Все, погнали. Начала, начала играть башня. Я-я-я, я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Один! Зачем мы это все нагородили? Соседа послали, детей разбудили. Эй! И пока не остыли, сотни сообщили WhatsApp и все в этом стиле. Все, погнали. Синий, синий! В синий пошел! Забыв про морозы и в руке сжимаешь болот, все вокзалы, аэропорты, ввиду мечтения и гордость, когда комок где-то в горе, и кончились все слова. Мне кажется, это самая крутейшая гендер-пати в России, которая вообще за всю историю нашей страны и стопудово. Мы зашли Странкинскую башню, мы запустили в нее, не функционировали сами. Достой, я возьмусь в Питере, пока летел, масло выходит из ребенка, и она, Леша, поздравляю вас, не зря Странкинскую башню зажигали. Субтитры создавал DimaTorzok